Девушки отдыхают Судя по виду, ты просто мясо для емли. Я угадал. Котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый Брей? Я здесь не первый раз Я тебя не помню Я не хожу через главный вход Смотрите, какой хитрый Ладно, правила простые Если тебе кто-то понравился, просто ищешь в каталоге, заказываешь брейнданс и идешь в кабину Не записывать, руки не распускать, даже если охрана не видит. Заходи Развлекайся, малыш Добро пожаловать Ты смотри, какое миленькое личико Добро пожаловать Если бар Лизис, значит, хозяйка Лизи? Уже давно нет И это малоприятная история Умеешь заинтриговать Лизи когда-то держал этот стрип-клуб Назывался у Лизи У девочек были неплохие ставки, страховка, охрана Хорошее место было Но, видимо, счастье длилось недолго Да, тигриные когти постарались Один из тигров зверски избил одну из девушек Лизи За что Лизи на месте отстрелила ему яйца На следующий день банда вернулась Лиз погибла Получается, они потом решили, пусть Шельмы это место держат? Типа того Шельмам пришлось с ними договариваться Они быстро собрались, мозги у них были где надо За главную теперь Сьюзи Кью Но вывеска осталась в знак уважения И с тех пор бизнес процветает Я ищу Эвелин Паркера Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Меня зовут Ви Она назначила встречу Приятно познакомиться, Ви Я Матео Ага Так что с Эвелин? Клуб большой Но еще ее, может, найдешь Все в порядке, Матео Я его ждала Эвелин Паркер Я сразу поняла, что это ты Сэн Сон? Это же моя любимая Только Откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю А может, просто угадала Давай поговорим о работе У тебя вроде был для меня заказ Только не здесь Иди за мной Мы будем в лаунже, Матео Если что, нас ни для кого нет И чем такая гадкая девочка Может помочь Все нормально, честно Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал Декс много о тебе рассказывал Говорил, ты эффективно работаешь И никогда не подводишь Надеюсь, он не преувеличивал Я не знаю Любит Декс преувеличивать Или наоборот Преуменьшать Я с ним недавно работаю Я слышала Есть два типа фиксеров У одних постоянные команды На долгих контрактах И коротком поводке Им важны верность и предсказуемость А вот Декс Он как раз относится К другому типу Ну Не томи Рекрутеры У них другие приоритеты Они верят не в людей А в свою интуицию Им важен потенциал Если они вдруг ошибаются Это становится их последней ошибкой Поэтому Я надеюсь, что у Декса с интуицией Все нормально Давай лучше про заказ Что ты хочешь сделать? Я так понимаю Тебе рассказали про цель Биочип Ключевая деталь программы Сохрани свою душу Мы переходим дорогу Аросаки Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир Да Они вложили миллиарды в технологию переноса личности Но меня интересуют только данные на чипе Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза Знаешь, где это? Был там? Аросака явно неровно дышит к этой сети Но, как по мне Кампеки в Токио на порядок лучше остальных Наш такой же, как токийский Никакой разницы В Японии персоналы сервис явно получше Сингапур, Париж и Вашингтон даже близко не могут подойти Жалкое подобие левой руки Что ж С этим трудно спорить Так Где именно хранят чип? В Люксе на последнем этаже Там живет Юрино Буарасака Юрино Буарасака в Найт Сити? Значит, газеты не врут Обалдеть Весь Найт Сити только об этом и говорит Последний сын Сабура Арасаки Которому достанется вся корпорация Почтил нас визитом Да ладно Император спустя 150 лет уступит кому-то трон? Сомневаюсь Мало кто в Найт Сити знает Какие на самом деле планы у семьи Арасака А ты как раз знаешь У каждого из таких шишек своя армия по вызову К отелю, наверное, вообще не подступиться Фишка в том, что у Юрино Буарасака нет никакой охраны Совсем Причем уже давно Ха, это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт Сити, в Токио опадает цветок Сакуры Юрино Буарасаки уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юрино Буарасаки Юрино Буарасаки Марионетка Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом Сабура уже много лет крепко держит его за яйца И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое Допустим Но это все-таки Юрино Буарасака Ну ладно, если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть А теперь держись крепче, начинается самое интересное Юрино Буарасаки сам вынес чип из лаборатории Арасаки И договорился продать его сетевому дозору Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? И какие у них с Юрино Буарасаки условия сделки? Не важно, сосредоточься на биочипе Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать Твоя задача устроить так, чтобы сделка не состоялась Что-то здесь не так Дозор всегда держал нейтралитет Зачем им рисковать своей репутацией и покупать краденое? Дозор занимается безопасностью корпораций И корпусы за это платят бешеные миллионы Однако, это не отменяет того, что в наше время святых нет Все хотят урвать побольше Чтобы выиграть, надо идти ва-банк Значит, чип лежит без охраны Потому что Юрино Бу вынес его без спроса Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере Где воссоздана органическая нейронная среда Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат Окей, где он? Скоро сам увидишь Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Аросака Я кое-что знаю о Юрино Бу Он изучал биотехнологии и финансы в Токио Скорее всего, по воле отца Угу Сабура готовил его себе в преемнике Но потом Юрино Бу вдруг ушел из корпорации Присоединился к Стальным Драконам Кочевникам из Токио Кажется, они готовили переворот в Аросаке Ага Только этот подростковый бунт Кончился, как обычно Кончаются такие бунты Юрино повернулся в семью Но осадок остался Ты много знаешь Но с ним не все так просто На самом деле он умный парень У которого свои планы на корпорацию Этот трюк с биочипом может стоить ему всего? Да Просто он поверил в то, во что все тут верят Что можно попытаться и получить контроль Над чем угодно И еще один вопрос Что за данные на этом чипе? Это не важно Вообще Мы говорим о данных Которые Юрино Бу спер у Аросаки И хочет передать Дозору Это не может быть неважно Послушай, Ви Чип нужен мне Тебе нужны деньги Давай исходить из этого Ты выполняешь задание Я перевожу на твой счет кучу денег Окей, что теперь? Теперь самое интересное Пойдем У тебя будет возможность Распланировать операцию По брейн-дансу из компеки Плаза Зачем мне брейн-данс? Тут нужны факты, а не ощущения Думаешь, по брейну можно только дрочить В кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет Брейн-данс позволяет анализировать детали Нюансы недоступны зрению даже прокачанным Тебе это пригодилось Сделаю все, чтобы это сказать А что на этой записи? Апартаменты Юри Нобу Изнутри, в подробностях Тебе надо будет найти чип Надеюсь, запись для этого достаточно подробная Стой, это ты записала материал? Ага Через видеоимплант А что такое? Если на записи квартиры Юри Нобу Значит, ты там была Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы И очень хорошо Мы бизнес-партнеры Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях Покажи мне брейн-данс Сейчас Джуди все покажет Она сама из Шельм Мы с ней знакомы не первый год Ви, один важный момент Джуди мне помогала не раз и не два Я ей доверяю Ага Но она одна из Шельм То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей Да, да, я готова Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком Который держит язык за зубами Расслабься Я не идиот Я понимаю, с кем и как надо себя вести О, привет Это Ви Он за материалом Ви, это Джуди Лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю Ой, не начинай Меня сейчас тошнит Привет, Джуди Твоя запись готова, Эва Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно Но сойдет Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть Ну да Откалибруем под него Ну, нам с Чпок-Стрита еще и не такое присылали С этим как-нибудь уж справлюсь Ну, тогда чего? Запускаем Ви Пусть там осмотрится как следует Давай Ты готов? Уже бывал в сыром брейне Как-нибудь справлюсь Давай начинать Не вопрос Ну, садись, порасполагайся Приступим Сначала создам твой сенсорный кофе Окей, поехали Надеюсь, больно не будет Нет, не в этот раз Так, сиди смирно и смотри на меня Сейчас я подключу тебя к сканеру Будет слегка покалывать Угу Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры Смотри на эти два экрана Как будто ты облистый Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно Но оно того стоит Погоди две минуты Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-данса Еще секунду Надо заблокировать болевые рецепторы Ну, все Готово Теперь потестим профиль Я дам тебе что-нибудь на пробу Ну, чтобы освоиться с редактором Так-так, что бы тебе тут А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет Лучше не рисковать Это займет минуту Я уже нашла кое-что подходящее Что ты выбрала? Налет на магазин в Хейвуде Новички снимали Не помню, где я это откопала Но для нас в самый раз Начнем? Поехали Ага Я дам тебе сначала усеченную версию Чтобы ты там освоился А потом пущу в режим изменения Погружение через три Два Один План простой Никаких выкрутасов Заходишь, выгребаешь бабло Отваливаешь И мы продаем Брейн этим психам из студии Ага, понял И не забудь Все по полной программе Они нам еще доплатят за высокий адреналин Окей, давай вперед Всем лежать На землю Целуем пол, живо Деньги Быстро Еще секунды И я тебя положу Тише, тише Я Давай Сейчас голову тебе нахуй отстрелю Дыши глубже У тебя подскочили кортизол и адреналин Но софт включил гормональную блокаду Ничего страшного Ты живее всех живых Меня как будто Шибануло чем-то Последняя секунда была просто Просто жесть Это невозможно забыть Могла бы предупредить, что умирать так больно Боль от настоящей смерти намного сильнее Я бы так не сказал Скоро отойдешь Я все подготовила Переходим в режим изменений Отключаю тебя от сенсорики автора записи Ты сможешь свободно осматриваться Не стесняйся В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой Передвигай, приближай, удаляй Что хочешь Теперь это твоя песочница В режиме анализа ты можешь менять скорость записи И даже ставить ее на паузу, когда надо Запись можно продолжить с консоли Попробуй План простой Никаких выкрутасов Заходишь, выгребаешь бабло Отваливаешь И мы продаем брейн этим психом из студии Ага, понял Скажи, круто Это еще не все Ты можешь в любой момент ускорить Или перемотать запись Давай Попробуй вернуться к самому началу Ага, круто Теперь промотай вперед План простой Никаких выкрутасов Окей Если что, запись можно перезапустить Ну, в смысле посмотреть с самого начала Попробуй Теперь самое интересное Собственно, то, зачем ты пришел В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения Которые видел автор записи Сосредоточься на пушке Которую этот хер берет у друга в самом начале Просканируй ее План простой Никаких выкрутасов Выгребать бабло Отваливаешь Ком из студии Ага, понял И не забудь Все по полной программе Они нам еще доплатят за высокий адреналин Окей, давай вперед Остановимся тут Очень хорошо Поехали дальше Сейчас внимание В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал Прибор регистрирует все Каждую мелочь Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имя Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе Давай, открой его Вот, хорошо У тебя сейчас несколько источников звука Выбери один и сосредоточься на нем Окей, давай вперед Да еб твою мать Глянь, в кладовке я на кассе постою Нахую в своем постой Как ощущения? Просто охренеть, правда Прямо как будто рядом стоишь Вот Этим и хороши записывающие импланты Они захватывают все фоновые элементы А редактор их ловит и выделяет Поиграй немного со звуком Разберись Когда надоест, пойдем дальше Глянь, в кладовке я на кассе постою Нахую в своем постой У нас скидка на два вкуса Карри и мясо с гребетками Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунду и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Шаконову тебе нахуй отстрелю! Иногда в сырых брейнах попадаются Дополнительные слои с данными Которые отловили импланты оператора Например? У Эвелин оптика Кироши Она фиксирует инфракрасный спектр То есть в ее записи будут И термические характеристики Ха, неплохо Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка Людей тоже можно сканировать Вон, подойди к раненной девахе Попробуй Отлично, поехали дальше Промотай до того момента, где вор получает пулю Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют А ты увидишь Вот, смотри По-моему, это самое клевое Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения Она засняла стрелка Сейчас увидишь Изображение выводится на экран за продавцом Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения И просканируй его Ему всадил пулю его же Чумба Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего В общем, если тебе хватит, можешь выходить Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся Но почти все, что проходит через нас Годится только, чтобы лысого погонять Так, чего? Смотрим запись Эвы? Не знаю Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит Ви, времени нет Возьми себя в руки Ладно Ладно Сейчас подключу ТИБАК и можем начинать Во-во-во-во, кого? Раннера из моей команды Она спец по безопасности будет говорить, на что обратить внимание Это не проблема? Вообще-то проблема Нет, мы так не договаривались Эвелин Без ТИБАК я тут много не сделаю Джуди Пожалуйста Эва, он хочет запустить Раннера Ты что, не понимаешь, куда мы можем влипнуть? Кто гарантирует, что он просто подключится к записи? Я Я тебе гарантирую Ага, конечно Помоги последний раз Я тебе обещаю, все сложится Все будет нормально Окей, звоните Бак и погружаемся Привет, Ви, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза Брейнданс Кампеки Ну понятно Кто там с тобой? Да не важно Не обращай внимания Мне нужна помощь Надо понять, куда смотреть на записи Поняла, я тебя проведу Подключаюсь к тебе Дай мне доступ Открываю порт 1-7-7-9 Защищаю протокол Есть, захожу Сейчас отправлю запрос Получил? Да Ты готова? Секунду Окей, проверила соединение Устанавливаю временный лед Готово Стартуем Джуди, подключай Так, Ви, смотри внимательно Нам надо узнать, где Еринову держит чип Судя по виду, ты просто мясо для Евли Я угадал Евелин Ей Ей было страшно Но она быстро взяла себя в руки Я сказал Нет Меня же за это убьют Значит, погибнешь за правое дело Простите, я... Располагайся пока Я закончу Надо послушать их разговор Там может быть что-то важное Через минуту Это мы посмотрим Мой отец Замученный, безидейный дед Который не любит перемены И хочет жить вечно В своем маленьком, застывшем мирке Так послушай еще Сабура Неплохо Уровень восприятия вкуса подняли Нет Он живет в мире, которого уже нет Скоро будешь пить такое же в реале Может, никогда и не было Мы за 20 лет не договорились Не договоримся и теперь Ясно Отключился Перемотай на начало Послушаем целиком Это мы посмотрим Мой отец Замученный Я закончу через минуту Программа пока на стадии испытаний Ее нельзя выводить на рынок Это мы посмотрим Пожалуйста, не спешите Обсудите это с вашим отцом Он уделяет этому проекту особое внимание И может объяснить, как опасно Мой отец Замученный, безидейный дед Который не любит перемены И хочет жить вечно В своем маленьком, застывшем мирке Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения Так послушай еще Сабура Безумный деспот, который потерял связь с реальностью Он живет в мире, которого уже нет Может, никогда и не было Мы за 20 лет не договорились Не договоримся и теперь Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией Чип должен храниться в определенных условиях Этим нельзя пренебрегать Слышал? Где-то здесь документы на чип Посмотри вокруг Слышу гудения Вентиляторы Кондиционер Или серверы Надо же как-то управлять всей этой умной херней В определенных условиях Этим нельзя пренебрегать Ясно, хватит Прости, пожалуйста Работа Такая штука Ничего Я даже еще не совсем потеряла терпение Все в порядке? Ты какой-то напряженный Ничего Скоро пройдет Ага Я этим и займусь Но при одном условии Ты будешь ставить условия мне Только одно Все внимание На меня У нас остались конфеты В прошлый раз с ними было хорошо В тумбочке В спальне У меня есть идея Я сейчас вернусь Очень хорошо Иди уже ко мне Погоди Найду что-нибудь подходящее О, вот это тебе понравится О, блядь, я как будто сам с ним Ви, работай Не отвлекайся Варуй, Кумэ Как я скучал Я знаю Чип надо хранить в контейнере с терморегуляции Он требует очень низкой температуры То есть нельзя вынимать чип из холодильника Да Иначе повредишь Переключись в редакторе на тепловой слой Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип Обычный холодильник Температура не совпадает с указанной Тут мы ничего не найдем Так, есть термальный сигнал Те же параметры, что и в документах Значит, ее Ренобу точно держат кейс тут Да, похоже Мы молодцы Все, можно сворачиваться Закрывай редактор Нашел, что хотел? Да Все нормально Спасибо, Джуди Мы закончили Пока, Тебак Хорошая работа До скорого Стираю все ваши данные Если что, вас тут не было Оставь себе Эвелин заплатит Это переносное устройство Для обработки бренданцев Я загрузила в него твои параметры Не так хорош, как мое оборудование Но сойдет Оставлять его слишком большой риск Умно Кстати, про риск Вот смотрю я на вас И знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы Нам нужен был этот брейнданс, Джуди Он практически сделал все за нас Чувствую, этот брейнданс нас угробит Я серьезно Если Арасака узнает про эту запись Вам конец Мне конец Джуди, перестань Никто ничего не узнает Эвелин Не ищи легких путей Город не любит тех, кто так делает Будь осторожна Конечно Давай поговорим через минуту Все, пойдем Ну, что думаешь? Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юринобу Ну да Мужчины в постели много болтают То есть вас объединяет секс? Бизнес Только бизнес Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет Он думает только о том, чтобы договориться с дозором Хотя Если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать То не успеет вовремя среагировать Ты же об этом позаботишься, правда? Неужели ты не боишься? А Росака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу Много ходить придется В том числе к тем, кто известен побольше моего Как думаешь, на кого пойдет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Инфа про Юринобу, про чип, брейнданс из Кампеки Все складывается План безупречный Таких заказов один на миллион Ага, спасибо Теперь вопрос, пожалуйста Я не верю в стечение обстоятельств Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу Ви С чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке Правда? Поверь, все под контролем Так, и что теперь? Ви Поработай на меня Я имею в виду только на меня Без посредников, с которыми надо делиться прибылью Без Декса Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал тут что-то не так Декс просто посредник При этом совершенно бесполезный Эвелин, не стоит кидать фиксеров Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают Мы сделаем по углу Не важно Такое обычно стоит репутации А без репутации ты никто Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой У этого выбора высокая цена Слишком высокая Я знаю Поэтому все должно остаться между нами Предлагаю тебе 50% Достаточно, чтобы сделать что хочешь Только не в этом городе Декс объявит на меня охоту, когда узнает Декс не единственный фиксер в Найт-Сити А такое предложение бывает только раз Я думаю Когда решишь, звони Сейчас отправлю свой номер Окей Удачи Можешь идти Мне еще надо сказать пару слов Джуди Что? Я не знаю пока Как дела на фронтах, мистер Ви? Ладно, ладно, ладно Эта запись Эвелин из компеки стоила потраченного времени Неплохо Тибак мне уже звонила Она разбирает материал А что с болтом? Пока ничего Сейчас займусь Тибак говорит, что без него у вас нет шансов За работу, мистер Ви Виделся с заказчицей Ее зовут Эвелин Эвелин Паркин И кто она? Какая из себя? Но с ней как будто что-то не так Да? В каком смысле? Не знаю Она что-то не договаривала Что-то реально важное Да у тебя просто мандраж Тут кто угодно странным покажется Послушай папу Береги нервные клетки Что в итоге решил с милитехом? Пока ничего Вот и правильно Лучше ничего и не решай Я жду тебя рядом с Олфудс Гони быстрее сюда Стал, начни с того Откуда у тебя мой номер И не только номер У тебя вроде как проблемы с конвоем Эй Соткни его Говори что знаешь Быстро Бесишься из-за проебанного конвоя Я тебе скажу что с этим делать Мы с тобой встретимся И посмотрим чем можем друг другу помочь Можем помочь, говоришь? Хорошо Первый съезд со Скайлайн В сторону Нордсайда Под переходом Есть водосток Встретимся там Вот и славно Мэридит Стал Ты звонил, правильно? Думал ты меня шантажировать будешь, пиздёк Условия ставить? Давай свои условия Успокойся Я просто хочу поговорить Господи, Мэридит Хлебало завали Эта херня готова? Так точно А теперь Отвечай на вопросы Быстро и честно Ты тут один? Я тебе скажу кто тут один Ты Если не найдешь свой груз Тебе хана А помогать тебе никто не хочет Заткнись, сука Проверьте территорию Теперь слушай внимательно Это он твой наводчик Энтони Гилкрест Он слил тебе инфу по конвою У меня нет ничего общего с Мелитехом Не врет Откуда тогда ты столько знаешь? Все корпорации играют по одним правилам Я в свое время наигрался Слушай, я знаю, где груз Я могу тебе помочь Мне просто нужно кое-что взамен Я же говорил Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса Господи Иисусе Заткните его Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить Хочу послушать, что он скажет А сразу так нельзя было? Заткнись Чего тебе от меня нужно? Мне нужен бот Модель Болт Он у ребят, которые тебя грабанули Оставишь мне бота Я сдам налетчиков Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой А могу заплатить Как они и надеются Второй вариант Только платить им Ты будешь нашими деньгами В Мелитехе все так тонко работают? На чипе-то Явно вирус Ну да Если что пойдет не так Дырок понаделают во мне, а не в тебе Давай честно Что там? На чипе алгоритм Трекающий их финансовые потоки Можешь не забивать голову Звучит годно Я в деле Просто заплати этим чипом Остальное тебя не касается Если захочешь меня наебать Я очень быстро тебя найду Не верь ей Эта штука в расстрельном списке Она же сольет тебя Остальное место Остальное место Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме и рвется в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали до того, как он ушел на каникулы. Короче, Декс уже купил у мальстремовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Ихоле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Мы с Мелитехом кое о чем договорились. Они заплатят забота. Столько бабла на ветер? Не бери в голову, Джек. Как будто у нас его и не было. Мы же не знаем, как там все обернется. Ну что? Хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно. Давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстремом хуй просыш. Звони. Пусть открывают. Я вас не знаю. Открой дверь, блядь. Ага. Сейчас. Вам, блядь, назначено? У меня в календаре ничего нет. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов поищу. Они хорошо подготовились. Уй, ёбки, блядь. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да. Техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Спокойно. Они нас просто пугают. Продолжение следует. Спокойно, Виль. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не. Будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля. Ты, блядь, глуп. Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Господи, Джек, ты чего? Примерито? Мне не нравится его тон. Секунду. Сидя, намного сложнее увернуться. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись. Донь. Спасибо, не употребляю. Ну и пожалуйста, мудила правильный. Вот он. Болт. Модель МТ-0 Д-1-2. А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пустищик сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что, если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитровыебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, чё будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку, да, можно и блевануть. Ну как тебе? Да, мы его берем. А-а-а, очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Расслабься. Вот они. Прямо так? Просто выкладываешь свои кровные? Ха-ха-ха-ха. Берешь или нет, у меня еще дела. Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшон. Декстер Дэшон. Жирдяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив. Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Ага. Я заплачу эти. И так и быть, по дружбе расскажу один секрет. Вас ищет Мелитех. Они уже близко. Что? На кредитке был вирус. Я его стер, не переживай. Продяй. Все чисто. Плетина. Теперь еще и это разгребать. Берите сраного бота и валите с моей фабрики. Если это подстава, мы тебя познакомим с нашей мясорубкой. Но дело сделано. Ага, теперь валите. Как закончите сосать у Декса, передайте ему от меня привет. Кусок дерьма. Сука, Мелитех. Надо уебывать. За мной. Мелитех не смог сделать все культурно через Чир и пошел на шторм. Ну, это на них похоже. Давай, пойдем через вентиляцию. Поедем по конвейеру. Врубай. Да сколько мне еще ждать? Ну, быстрей. Эй, Дум-Дум. Или карта, милая. Зачем срочно? Хуй вам, я помогаю себе. Когда начнется война, передо мной будут два живых щита. И они... Обжимы летим. Быстрее давайте. Еще раз, конечно, быстрее. Мудак, не тупи. Пусть подходит, твари. Я никого не боюсь. Пусть подходит. Давай, бери шара. Вот так. Все не получается, блядь. Ищите ли обречите, капрэры. Вот теперь я отверил. Неплохо, неплохо. Уходим отсюда! Джон, нет. Просто хотел сказать, что вы клёвые. Давай, Ви! Надо выбираться! Милитех. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Там поговорим. Противник! Огонь! Хочу с ними поговорить. И стрелял в моих людей. Знаешь его? Энтони Гилкрест. Живой. И даже без наручников. У тебя хорошая память на имена. Но она обычно не спасает тех, кто стреляет в агентов Милитеха. Они начали первыми. Боссы Милитеха про это спрашивать не будут. Но если бы ты договорился со Стаут, я был бы уже мёртв. Так или иначе, ты спас мне жизнь. Теперь я спасаю твою, так что мы в расчёте. Спасибо. Делает тебе честь. Мне это выгодно. Вот и всё. За вами следили. Ты, наверное, и сам знаешь. Люди Стаут были у вас на хвосте, а у них на хвосте были мои люди. В итоге у неё сдали нервы. Она решила, что ты договорился с Мальстрёмом за её спиной. И нажала красную кнопку раньше времени. Классика. Если не знаешь, что делать, почему бы не поштурмовать пищей комбинат? Вот как бы и всё. Я сделал так, чтобы ей это аукнулось. С Мальстрёмом дел лучше не иметь. Вечно всё криво. Что со Стаут? Не на тех она ставила. Пришлось за это платить. Ничего сложного. Могу сказать, что вы с ней больше не встретитесь. А ты зачем приехал? Но мы же так и не узнали, кто в результате был крысой. Вот я и надеялся, что мальстрёмовцы тебе расскажут. Кстати, где Ройс? Надо бы с ним тоже поболтать. Приятно было поболтать. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Ну, на сегодня всё. Что теперь? Я так скажу. Хватит с меня впечатлений. Дай знать Дексу, что его игрушка у нас. Пусть готовит шампанское. Нам после такого положено. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчёт милитеха? Само собой были проблемы. Ройс на хую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну, надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Я предупредил Ройса, и мы договорились. Ты крепкий орешек, мистер Ви. У меня всё готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать белочек. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания.